По традиции в сентябре начинается новый театральный сезон. В числе прочих откроют для кировского зрителя свои двери и театр на Спасской. Там уже начались репетиции нескольких спектаклей, в том числе и премьерного по повести Виктора Пелевина «Затворник» и «Шестипалый». О новой постановке и о том, какие еще сюрпризы ждут кировского зрителя, поговорим с режиссером театра на Спасской Егором Чернышевым. Добрый вечер. Добрый вечер. Егор Владимирович, скажите, на какой стадии сейчас подготовка к спектаклю? Абсолютно ни на какой. Я вчера сошел с поезда и ступил на Вятскую землю. Не читали еще, да? Раздали материал актерам? Не читали, еще нет распределения, нет ничего. Есть только идеи и все. Так, когда начнутся репетиции? Ну, я думаю, в конце сентября, в начале октября, потому что сейчас 5-го числа там будет сдача спектакля «Детской сказки» про Ивана Богатырского сына. В двух словах, вот о чем спектакль будет? Какая главная идея? Ну, там классическая история «Побег из курятника». Классическая, два петуха. Только это Пелевин, как бы, и там они не... Это не детская история. Сказка для взрослых? Ну, нет, это же не сказка, но совершенно такая, скорее, восточная притча. Невозможно определить жанр, поймите, это Пелевин. Там нет жанра, там это все. Это постмодернизм. Ну, на какого зрителя рассчитано? Ну, я думаю, 16+. Для взрослых больше все-таки? Да, конечно, конечно, безусловно. Но театр на Спасской себя позиционирует, как такой школьный такой... Да почему, как бы, я поставил там Каренина, поставил дуэль Чехова, то есть, это все были очень взрослые и серьезные спектакли. Где он, как он себя... Ну, театр это для разного. Ну, то есть, на взрослые спектакли спроса больше? Ух, спроса... Но он такой должен быть семейным, или все-таки дети где-то на детские постановки пусть входят? Да нет, это подростковая история, абсолютно подростковая. Она будет смешная, она будет с юмором, там будет много драйва, много... Это будет такой подростковый хит про побег из Курятника. Вы мультик смотрели американский про побег из Курятника? Да, да. Вот примерно та же самая аудитория. То есть, подростки от 14 и дальше. То есть, вот... Какие-то фишки новые привнесет в этот спектакль? Что-то можете раскрыть? Ну, конечно, привнесу, только еще не знаю, какие. Вы еще не придумали. Да, я еще их не придумал. Придумаю, расскажу, да. А главных героев утвердили уже? Нет, нет, нет. Еще ничего нет. Только идея? Да, есть идея поставить этот материал и договоренность с Пелевиным о том, что он дает добро на постановку. Сложно было получить его одобрение? Нет, нет, это все миф о том, что он закрытый человек, и что к нему не достучаться. Есть агентство, которое, в общем, за какие-то разумные деньги и в разумные сроки это все согласует быстро, корректно. Может, вы его на премьеру позовете? Да, это хорошая идея. Я передам директору. И он будет помогать с постановкой, может быть, какими-то советами? Или вам неинтересно его мнение? Почему нет? Неинтересно его мнение. Во-первых, я не буду беспокоить известного и занятого человека такой мелочью. Тем более, я читал его интервью, и там прямым текстом сказано у Пелевина о том, что ему неинтересны все театральные постановки. Потому что это следующая стадия сборки ракеты. Он свою часть собрал ракеты, дальше ребята собирают на Батинью, собирают что-то следующее. Поэтому он так легко, может быть, соглашается на постановку. Да, поэтому он совершенно легко соглашается, потому что его это вообще не волнует, не касается. Это следующая ступень сборки. Ребята, пожалуйста, я свою часть сделал, делайте свою. Скажите еще, по планам, может быть, на этот сезон, кроме этого спектакля, есть что-то еще, что вы готовы поставить, что-то, может быть, новенькое? Ну нет, естественно, будет у меня постановка еще где-то весной. Там запланировано сейчас три лаборатории. То есть тут планов прямо громадье. А лаборатории какие, кто приедет? Ну вот в ноябре я буду проводить лабораторию под названием «Избранная». Смысл какой? Что приезжает театральный критик, который предлагает нам 10 названий текстов, которые, с его точки зрения, не заслуженно забыты театром, не востребованы, то есть таких вот малоизвестных театральных текстов. Это может быть пьеса, это может быть проза, это может быть даже киносценарий, то есть и так далее. Он нам предлагает 10 названий, мы делаем 10 читок. Он приезжает, выступает в качестве адвоката каждого текста. Плюс мы зовем второго критика, который будет делать такую же лабораторию на следующий год. И он выступает в качестве прокурора. И кроме читок, зрители получают еще батл критиков. Зрелищность. Да, еще получают зрелищность, как критики выясняют, что же является актуальным, и какой он современный театр, и какой современный зритель, и что ему нужно. Но я думаю, что будет что посмотреть в этом сезоне в театре на Спасской. Знаем, что завтра вас можно будет поздравить с новой должностью, но об этом расскажем завтра. Я думаю, что вы сами, наверное, объявите это рано или поздно. Ну да, я уже во всех соцсетях объявил. А вы уже объявили? Тогда объявите и у нас здесь. В смысле? Как сам себя? Нет, я сам себя не умею. Я так нет. Хорошо, тогда будет интрига, завтра узнаем. Да, хорошо. Спасибо вам за разговор. С вами прощаемся и продолжаем. Да, спасибо. Всего доброго.